Здравствуйте! В эфире программа «Будьте здоровы!» Я ее ведущая Анна Яковлева. Тема нашей сегодняшней беседы очень важная и щепетильная. Речь пойдет о сексуальной активности мужчины, о его здоровье и о том, как с помощью новейших технологий избавиться не только от проблем с потенцией, но и даже о таких серьезных заболеваниях, как простатит и аденомопростаты. Согласно статистике, ежегодно в мире у девяти сотен тысяч мужчин диагностируют эректильную дисфункцию. Сексуальные расстройства ведут в первую очередь к снижению качества жизни, агрессии, нервозам, стрессам, депрессиям, ощущениям неполноценности и ненужности. В нашей постоянной рубрике «Новые технологии» мы регулярно рассказываем вам о последних достижениях медицины и высокотехнологичных методах лечения. Сегодняшний день не исключение. И у меня в гостях специалист компании «Прибор.Мед» Ирина Орлова. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, какие методы лечения эректильной дисфункции предлагает современная медицина? Ну, вы знаете, в настоящее время большой интерес, подкрепленный, конечно, многочисленными положительными клиническими испытаниями, представляет электроимпульсная стимуляция. Сегодня я могу представить вашему вниманию новейшую разработку, уникальный метод, ну, можно сказать, прорыв в области лечения эректильной дисфункции и таких заболеваний, как простатит и аденома. Это электронный нормализатор потенции «Реалмен». Электронный нормализатор потенции «Реалмен» — новейшее изобретение высшего научно-технического уровня, создан лучшими российскими учеными, неоднократно демонстрировался на научных конференциях, удостоен дипломов и медалей международных выставок. Уважаемые телезрители, вы можете звонить и узнавать подробности об электронном нормализаторе потенции «Реалмен» по телефону нашей бесплатной горячей линии, которую вы видите внизу экрана. Звонок бесплатный по всей России, как с мобильных, так и со стационарных телефонов. Скажите, а как работает электронный нормализатор потенции «Реалмен»? Дело в том, что электронный нормализатор потенции «Реалмен» воздействует непосредственно на причину эректильной дисфункции, а именно на микроциркуляцию крови в предстательной железе. А время нашей передачи подошло к концу. До свидания, уважаемые телезрители. До новых встреч. И обязательно будьте здоровы!